Ну а прямо сейчас эксклюзив агентствователь новостей. Михаил Гробовский новый генеральный менеджер сборных Беларуси. Ради этой должности одному из лучших игроков в истории отечественного хоккея пришлось оставить тренерскую работу в Минском Динамо. Специалист еще трудился на посту спортивного директора Зубров. Он также является одним из немногих белорусов, которым удалось построить карьеру за океаном в НХЛ. Но сейчас у Михаила задача более сложная, нежели на американских площадках. У белорусского хоккея условия есть, но нет результата. Когда же он придет? Михаил, для начала поздравляем вас с назначением на новую должность. Что будет ходить в ваши обязанности? Работа с национальной командой подбора игроков. Также с юношеской сборной Ю-18, Ю-20, Ю-17. Полностью комплектация команды, общение с тренерским штабом. А на данный момент это основная задача. В будущем развитие самого хоккея в Беларуси, развитие наших юношей, помощь по развитию самых маленьких детей. Вы были вынуждены покинуть пост ассистента, главного тренера Минского Динамо. Для вас это была большая веха. Я знаю, что вы любили свою работу. Подведите итог этому времени. Не завершение какое-то, а просто переключение на другую должность. Понятно, что я немножко буду скучать по своей работе в роли тренера, потому что ты находишься на лавке, ты чувствуешь хоккеистов, чувствуешь игру. Но данный опыт, который я получил там за два года, надеюсь, что поможет мне раскрыть меня в роли менеджера, в роли человека, который будет смотреть глобально на развитие белорусского хоккея, смотреть за каждым игроком сверху, общаться с ними, быть в постоянном контакте. Будут новые сложности. Но в целом, та работа, которая была у меня в Динамо, она будет мне помогать в дальнейшем в работе с федерацией. Действительно, очень много хороших локальных новостей. Алексей Протос дебютирует в национальной хоккейной лиге. Этим летом на драфте уходят сразу три белорусских хоккеиста. Причем этого не было 17 лет. Последний раз 2004 год, год вашего драфта. Но, если посмотреть в совокупности, олимпийская квалификация была проиграна на чемпионате мира. Слава богу, мы сохранили прописку в элитном дивизионе, просто потому что не было понижения в классе. И выступали мы откровенно плохо. Что сейчас происходит в белорусском хоккее? И какое будущее нас ждет? Какое-то поколение мы немножко упустили. Стояли на месте, двигались. Как мы работали до этого, мы так и продолжали работать. А другие страны, Дания, Норвегия, Франция, они перестроились на другой уровень. Изменился хоккей, изменилась подготовка, изменились детские тренировки. И все изменилось. А мы немножко остались где-то на месте. Но я думаю, в последние годы у нас... В чем мы добавили, это в том, что у нас появилось много катков. То, что есть возможность тренироваться, работать детям. Нехватка кадров тренерских в детском возрасте. И где-то неопытность какая-то. Вот с этим, что, мне кажется, сейчас сталкивается Федерация. Что им тяжело именно найти кадры, которые будут помогать в детском хоккее. Мы движемся. Но надо время на это. Но, как доказывает драфт, что последние пять лет люди, которые работали в Федерации, они что-то дали полезное, что привело к тому, что у нас есть на драфте такие хоккеисты. И, может, в будущем они заиграют в НХЛ. Поэтому наша задача просто сохранить то, что есть хорошее, и дать возможность еще больше развиться. Есть ли необходимость в обращении к услугам легионеров? В сборную? Да. Если нет результата, значит, надо двигаться, что-то делать другое. Искать, как достигнуть результата. Подключение легионеров – это какое-то усиление, конкуренция. То есть мы должны создать конкурентную среду для наших, тех же белорусов. Пока у нас ее нет. Даже с теми легионерами россиянами, которые у нас есть, это все равно мало. То есть у нас должно быть больше конкуренции, еще больше. Чтобы у нас была на самом деле сильная сборная. Поэтому я только за, когда мы приглашаем хороших ребят, которые будут составлять конкуренцию нашим белорусам. Тем более, что ребята, которые мы хотим взять к себе, они с огромным удовольствием хотят играть здесь и помочь. И они уже здесь играют в Динамо Минск, к примеру. Вы, наверное, говорите о том же Горбунове, Воломееве и Воронине. Ребята показывают, что они отдают себя полностью команде Динамо Минск. Они готовы играть за сборную. Почему нет? Если у них есть желание. Хорошая атмосфера. Они понимают и они хотят играть. Почему нет?